Сейчас мне выпал шанс реализовать вот это, то, что я увидел, лучшее в мире. Те мысли, которые у меня давно были, то есть есть возможность и полномочия реализовать. Не быстро, но обязательно реализовать. Какой должна быть муниципальная власть? По мнению Виталия Веркиенко, это в первую очередь команда эффективных управленцев. И большие положительные изменения в жизни Владивостока глава планирует начинать с изменения формата действий и менталитета людей, которых называют муниципальными чиновниками. Это все жители города Владивостока. Они точно так же ходят в кино, они точно так же ходят по тротуарам и так далее. Поэтому нельзя противопоставлять. И я хочу, чтобы и все жители, которые думают про чиновников, вот сидят там и нифига не делают, извините. То есть они работают, работают эффективно. А работая в коммерческой сфере, то есть довольно длительное время, я вам скажу, что работают в администрации часто еще более эффективно и более напряженно, чем в других сферах. Другое дело, что во многом приходится им работать на процесс, а важно сменить парадигму на результат. Если речь идет о жителях города и о его администрации, по мнению Виталия Веркиенко, противопоставлению здесь не место. И к решению общих задач глава готов привлекать неравнодушных к проблемам Владивостока горожан. Я, кстати, вот буквально вчера дал поручение объявить конкурс среди предприятий города на лучшее озеленение своей территории. То есть лично поеду подводить итоги, смотреть. То есть и с удовольствием пожму руку тому предпринимателю, который в лучшем виде благоустроит свою же территорию. К слову, в ближайшие два месяца в рамках программы по благоустройству в городе высадят более 5000 кустарников и деревьев. Максимально увеличить планируют и количество вечно зеленых растений. Также на улице и сопке Владивостока вновь вернется его природный символ – рододендрон. Позаботятся и о газонах, которые регулярно страдают из-за стихийных парковок. Заезжают на газоны. Здесь вопрос, скажем, в части спальных районов. Там действительно нужно строить парковки. Да, вряд ли они будут бесплатными. То есть если все-таки управляющая компания вместе с жителями договорится и на своей территории сделает бесплатную парковку, замечательно. Если этого не произойдет, мы построим муниципальные, либо предложим построить коммерческим компаниям нормальные благоустроенные парковки. Где-то многоярусные, где-то в одной плоскости это сделать. Виталий Веркиенко рассказал и о разработке новых жестких правил, которые коснутся благоустройства Владивостока. Штрафы будут колоссально высокими, и механизм контроля будет также очень тщательный. В том числе я буду жителей привлекать к тому, чтобы они контролировали это, а административные комиссии быстро и эффективно их рассматривали. Глава отметил, его удивляет, когда при решении некоторых вопросов и проблем ему начинают поступать звонки из разных инстанций. Я вынужден не реагировать на звонки, а поступать по совести, чести, да и эффективно, на благо города и горожан. И только этим буду руководством всегда. Звонить бесполезно для того, чтобы влиять на те или иные решения. Виталий Веркиенко добавил, бывают ситуации, когда у муниципалитета нет полномочий решить некоторые проблемы. А это значит, что прокуратура возьмет на контроль и как минимум привлечет к административной ответственности за расходование городских средств на негородское имущество. Боль и моя, и жители, озеро на Патрокле, куда стекают стоки. Понятно, это территория города, понятно, я за это болею, но я отправляю туда специалистов части экологии, говорю, ребят, посмотрите, дайте заключение, введем ЧАЭС в чрезвычайную ситуацию, да, это не муниципальное имущество, но мы сможем в рамках ЧАЭС это исправить. Выезжают, смотрят, говорят, да, превышение в сотни раз стандартов и параметров, но угрозы жизни нет, поэтому ЧАЭС нельзя объявить, поэтому у главы города нет полномочий, то есть даже в рамках ЧАЭС произвести изменения. Мэр призывает жителей Владивостока не быть равнодушными и подключаться к решению подобных вопросов. Так уже в конце апреля запустят городской портал, где одни горожане смогут поделиться проблемой, а другие, понимая, что у муниципалитета нет полномочий решить ее, могут помочь своими силами. Слоган можно реализовать. Видишь, можешь, сделай. На вопрос о том, как изменился распорядок дня с вступлением в должность главы города, Виталий Веркиенко ответил. Иногда выходные получается отоспаться, а в обычные дни, конечно, сон пришлось сократить как минимум на два часа. Вставать приходится, когда еще темно, и возвращаться домой, когда уже темно. Анна Бережная, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.